Всем огромный привет еще раз в этом уходящем году, в 2015. Разным выдался год. Было много хорошего, было и не очень хорошее. Но всегда нужно смотреть с оптимизмом в будущее, как мне кажется. А если не смотреть с оптимизмом, то что остается? Ну, не знаю, надеть белые тапочки и тихо ползти в сторону кладбища? Только и всего. Давайте же смотреть на все с оптимизмом и надеяться на лучшее. В этом последнем видео я хочу показать свои окончательные работы, которые я посвятила подготовке к Новому году. И в данном случае это салфеточка. Этапы работы над этой салфеточкой я выкладывала и в Инстаграм, и ВКонтакте. И также в видео показывала начало этого процесса. Этот процесс у меня завершился, и вы сейчас перед собой видите окончательный результат. Поначалу я эту салфеточку планировала положить на журнальный столик в комнате. Но по размерам, которые у меня вышли в этой салфетке, мне кажется, что, наверное, она даже маловато. Но посмотрю, может быть, ее можно будет скомпоновать с какими-то другими дорожками. Либо все-таки перенести и что-нибудь накрыть в кухне. В любом случае она, конечно же, не пропадет, а пригодится. В хозяйстве все сгодится. Я много не буду говорить про сам дизайн. Я вышивала этот дизайн по авторской схеме Ксении Адоневой. Покупала я набор на ярмарке в прошлом году. Единственное, что я сделала, ну я повторюсь, может быть, для тех, кто не видел предыдущие видео, я заменила канву. В наборе лежала равномерка, но я решила вышить этот сюжет на клетчатой основе. Мне уже очень хотелось пристроить саму эту тканюшку Мурана. Она замечательная. Нужно сказать, что я ни секунды не пожалела, что я заменила канву. На ней смотрится сюжет очень гармонично, очень адекватно. Все запахи зимы здесь присутствуют. Сразу же чувствуется аромат апельсинов, сосновая ветвь, а также лимончики. И, может быть, это апельсин, но, мне кажется, справа, возможно, и какие-то лимончики. Гвозди, карибина, корица, бадьян. Это вообще с ног сшибает, если вы вспомните, как он пахнет. В итоге новогодний сюжет вполне удался, на мой взгляд. Он вышивался недели полторы, если я не ошибаюсь. И у меня встал вопрос, как же мне сделать саму салфетку. К счастью, вы помните вечерние посиделки. Татьяна описывает, как она делала аккуратные уголки у салфетки. В совершенно бесплатном и доступном варианте. Это делается настолько просто, на удивление просто. Мне кажется, самые гениальные вещи, они самые простые. Смотришь и думаешь, ну, боже мой, как это так получилось. Но получается очень хорошо из-за того, что здесь скрыта изнанка. Изнанка чистая. Вы здесь не увидите ни изнаночную сторону вышивки, ни каких-то кончиков ниток, ни швов необработанных. Потому что все скрыто вовнутрь. Я оставлю ссылочку, конечно, если вам интересно, вы можете пойти по этой ссылочке и тоже научиться также делать уголки салфеток. Для того, чтобы скрыть саму вышивку, ее изнаночную сторону, я нашла ткань в горошек. Горошек оранжевый для того, чтобы он перекликался с тем апельсиновым цветом на дизайне. Меня вполне устроило это сочетание оранжевого гороха и такой серовато-коричневатой клетки. На мой взгляд, сочетается очень хорошо. Очень прикольно смотрится салфеточка, если ее взять и подойти к окну. На просвет этот горох видится сквозь клетку. Мне очень понравился эффект. Надо что-то придумать такое, чтобы это было где-то заметно. Мне кажется, будет совсем неплохо. В принципе, эту салфетку можно еще дооформить. Например, эту строчку, которая кладется на швейной машине, можно сделать и оранжевой ниткой, или можно сюда даже пустить какую-то тесьму или кружево в тон. Ну, если что-то есть в наличии. Я пока не стала никакими украшательствами заниматься, поскольку это моя первая салфетка, сшитая вот таким способом. Мне был интересен сам способ, получится ли у меня. Вроде бы получилось. Я осталась довольной. Осталось найти только ей местечко. И еще, кроме салфетки, в этом видео я хочу вам показать свои потуги, я бы так сказала, связанные с шарами на пенопластовой основе в стиле артишок. Спасибо Леночке Цвет за ее мастер-класс, потому что я почитала и книжечку, и также посмотрела ее мастер-класс. Всегда удобнее один раз посмотреть, чем сто раз провистать странички. Мне кажется, нагляднее, быстрее доходит. Так вот, я начала с двух шаров. Я делала одновременно два шара. Покажу сейчас первый. Он как бы первый, второй. Не знаю. Я его первым закончила, но начала его вторым, скажем так. А здесь мне понравилось, ну вот я люблю такие сочетания зеленого, приглушенного зеленого цвета с красным тоже приглушенным. Это не вот этот яркий, 666-й, который считается рождественским красным. Это такой насыщенный, приглушенный цвет. Нужно сказать, что сама ткань была совершенно не в новогодней тематике. Если приглядеться, то на ней даже можно увидеть розочки кое-где на зеленом фоне с веточками. Но в общем и целом мне все равно показалось, что это может подойти, уж не знаю каким боком, но подойти к нашим праздникам, к Новому году. Я еще не умела или как бы не совсем представляла, как можно сюда повязать ленту, поэтому я просто сделала такую петельку, на которую можно подвесить этот шар в любое место для украшения или на елку. И я еще подумываю, если вдруг попадется что-то на глаза, добавить серединку, поскольку на ленте есть достаточно мягкий блеск, золотой блеск, а сам шар очень спокойный. То есть, чтобы подержать блеск ленты, мне кажется, можно сюда еще что-то воткнуть. Ну, если что-то попадется, какая-то деталька мне на глаза, возможно, я что-то и попробую. Надо сказать, что вот этот вариант мой муж не одобрил, он его не поддержал, не понял. Я, правда, ему показывала уже при полностью вечернем освещении, чуть ли не в темноте, возможно, он смотрится не совсем так, но меня вот это сочетание цветовое очень успокаивает. Вот, для меня это смотрится гармонично. Это первый шарик, который закончился, хоть он начинался вторым. Второй шарик у меня остановился на стадии вот этих двух слоев. И вот этот слой я, прежде чем найти самый третий слой, последний, мне пришлось остановиться, прерваться, заняться тем шариком. И потом уже я нашла и этот зеленый слой. И тут я уже стала проявлять свою фантазию. И если вы заметили, что третий слой у меня не прикреплен, здесь как будто цветок уже начинает цвести, то есть он распускается. В данном случае он у меня распускается. Самый третий слой я не стала прикреплять к основе. Попробовала сделать так. Серединочка у этого шара такая же, как у и предыдущего. Вот этот слой сделан из красивого цвета. Там узор просто шикарнейший. Таких новогодних шаров красного, зеленого, темно-красного цветов, желтого. И я поняла, что я просто-напросто убила этот узор, поместив его, вот сложив его в такой шар. Поскольку его совершенно не видно. Он был крупноват для этого шара. Нужно понимать, что если делаешь такие шары, то нужно искать какие-то мелкие узоры. Из мелких узоров у меня нашлась такая ткань зеленая с золотистым принтом. Ну, хоть он тоже тут какие-то цветочки, но это уже мелочи, их не особо и видно. И в этом шаре я попробовала прицепить ленту. Вот так у меня получилось. Пришлось, кстати, ленты подкупить, поскольку у меня в запасе таких лент вообще не было. То есть какие-то хэбэшные, да, вот такие зарганзы. Не знаю, как вам показать. Надо сказать, что этот шар мой муж одобрил, не задумываясь. То есть ему понравился этот вариант. Ну, замечательно, понравился и понравился. Я только рада. И третий шар у меня была еще творческая попытка. Он на стадии еще оформления. Так как я никак не могу придумать еще, как этот шар оформить. Возможно, я не вижу пока оформления, поэтому никак оно мне не приходит. Возможно, у меня материалов не хватает, поэтому я никак не соображу, что да как. Но я здесь попробовала немного другой рисунок. Вот обратите внимание, здесь звезда восьмиклинка. Здесь восемь углов у звезды. Я решила попробовать шестиклинку. Здесь я уже применила ткань. Все дело в том, что я отталкивалась от узора на этой ткани. Здесь такая снежинка. И я подумала, что в центре нужно сохранить эту снежинку. Это же все-таки узор. Так как в этих шарах центр, возможно, еще надо как-то украшать, то здесь центр уже украшен. Поэтому, отталкиваясь от этого узора, чтобы его по максимуму сохранить, я решила раздвинуть эту звезду. И поэтому у меня здесь получилось, но опять же, я тут как-то тут пыталась высчитывала. У меня тут получилась шестиклинка. Вторым слоем здесь такая действительно рождественского цвета тканюшка. Хоть и не совсем новогодняя, поскольку здесь проглядываются цветочки, но яркая, достаточно яркая. И последний слой это те шары, которые вы видели на подложке два видео назад. и это опять тот вариант, когда узор совсем потерялся в этом шаре, так как здесь все это, вся ткань сложилась и самого узора, самого узора перестало быть видно. Если можно так выразиться. Здесь я пытаюсь его уже как-то оформить с такой лентой. Наверное, придется мне еще из органзы ленты здесь накрутить. Но я боюсь, что у меня нет красной органзы такой пошире. В общем, придется поискать ленты и я его буду заканчивать. Откровенно говоря, вот этот шар моему мужу понравился меньше всего. я была в шоке. Честно говорю. Я была честно в шоке, потому что мне это сочетание понравилось. Когда я спросила, что тебе не устроило, он сказал, очень яркая звезда. Вот звезда ему перебила все. Вот этот красный оттенок ткани и эта звезда оказались минусом в его понимании. В моем понимании это наоборот плюс этого шара, а в его понимании это минус. Шнур я пыталась прикрепить гвоздиками, надев их предварительно на пайетки. Не хотела его приклеивать, потому что не была уверена в этом окончании, что это будет окончательный вариант этого шара. Так сказать, примеряла. А если приклеишь, то все. Потом можно только на выброс. Вот. Так что мне осталось дотумкать вот с этим шаром и возможно что-то еще подыскать для того, чтобы и этот шар тоже получил свое завершение. Что хочу сказать про гвоздики. Вот один момент. Видео, чего мне стоила одна поездка Леонардо. Я показывала, что прикупила две пачки таких мини-гвоздиков, булавочек для закалывания, по тысячу штук в каждой пачке. Эти гвоздики короче, они, может быть, даже в полтора раза короче тех, которые нужно было брать, как я теперь поняла. вот они такие. Так как я с ними очень сначала намучилась, протыкая ткань, потом до меня дошло, что половина из них тупые, то есть они не могут проткнуть ткань. Мне пришлось ездить еще раз в Леонардо и я купила уже обыкновенные гвоздики. Они гораздо тоньше. Они входят в пенопластовый шар, как в масло. Единственный минус этих гвоздиков это маленькая шляпка. И если, допустим, вы запланировали продеть паеточку или еще как-то, эта шляпка может проскакивать. То здесь тоже нужно будет калибровать эти гвоздики и смотреть, выбирать то, что вам необходимо. Почему это важно? Потому что с этими мини-гвоздиками я так намучилась, у меня были красные пальцы. Большой указательный палец у меня просто горели. Я все время пыталась воткнуть их с огромнейшим трудом. Использовала всевозможные наперстки, которые у меня были. Поэтому вот предупреждаю вас, чтобы, возможно, вы не сделали такую ошибку и не купили, как я, эти мини-гвоздики. Кстати, когда я приехала в Леонардо и стояла рядом со стендом с этими гвоздиками, ко мне подошла консультант-продавец, она спросила, чем мне помочь. Я ей рассказала эту душесчипательную историю, на что он сказал, что вот эти гвоздики, наверное, не предназначены для этих шаров пенопластовых. Я удивилась, ну или для ткани, а для чего они могли быть тогда предназначены. И она сказала, что, наверное, для пайеток больше. То есть, если не пользоваться тканью, а пользоваться только пайетками и этими гвоздиками, то они как раз очень хорошо будут покрывать пенопластовые вещи. Это все мои впечатления. И на сегодняшний момент это все-таки окончательное видео о моей подготовке к Новому году. Спасибо всем большое, что были со мной весь этот длительный период подготовки. Я уже, честно говоря, подустала от него. Я уже перешла на совершенно другой сюжет. И сейчас вышиваю 4 сезона, но об этом в следующем видео. Всем прекрасного вышивально-рукодельного настроения и до новых встреч. Пока! Пока!